Советский кинематограф активно осваивает рынок рекламы, агитации и пропаганды. Кино – это уже не просто искусство. Кино становится инструментом продвижения в массы финансовых начинаний партии. Эльдар Рязанов, признанный автор новогоднего фильма в 1968 году, создал на Мосфильме ленту «Зигзаг удачи». Фильм вышел на экраны 30 декабря и был довольно успешным. Его сюжет можно было приурочить к любому советскому празднику. Фильм не имел конкретно новогодней нагрузки. А вот рекламную функцию он выполнял успешно. Советский фотограф, который на общественных началах выполнял обязанности начальника кассы взаимопомощи, была такая система кредитования, на доверенные ему коллективом предприятия деньги купил государственную облигацию 3% займа. И выиграл крупную сумму денег, которую участники бизнеса разделили между собой. Все это произошло под Новый год и принесло радость и благоденствие в каждую советскую семью. А в конце фильма удачливый фотограф радостно заявляет о покупке новой облигации выигрышного займа. Следует отметить, что свои обязательства по выигрышному тропроцентному займу 1966 года советское государство так и не выполнило. И после ликвидации Советского Союза у многих граждан СССР эти облигации так и остались лежать, как фотографии на память о прошедшей эпохе.